Человек уже несколько лет тяжело переживает смерть близкого человека. Как преодолеть скорбь и чувство отчаяния. На самом деле, этот общий вопрос не столь общий. Потому что одно дело переживать смерть близкого человека, который был во Христе. То есть, он умер во Христе, соединившись со Христом, причащаясь и до конца исповедуя свою веру во Христа. Я все равно по нему плачу, я все равно по нему страдаю, мне все равно не хватает этого человека. Но это моя проблема, а не его. Это я могу врачевать, я должен это сделать, но все равно боль останется, потому что мне плохо без этого человека. Я его потерял, мне его не хватает. Особенно это тяжело, когда касается дела супругов. Вот это очень страшные порой последствия имеет, но это то, что должен я преодолеть. И единственный в этом смысле утешитель есть Бог, которому я должен подставить свое больное сердце, свою тоску и боль, и сказать, «Ты взял у меня самое дорогое, что у меня было, утешь меня, замени мне хоть отчасти этого человека, будь со мной, поддержи меня. Я готова подставить тебе свое сердце, я готова опереться на твою руку, но мне тяжело, помоги мне». И эта песнь человека, скорбная песнь человека, каждый день его жизни, она несомненно приведет к тому, что Христос будет утешителем, помощником этого человека, и она будет, или он будет чувствовать утешение временами, и тем с каждым годом все больше надеяться, все больше желать на это, и надеяться, и желать встречи в будущем веке, в будущей жизни с тем, кого он любит. Но это такое развитие внутренних событий в человеке, возможно только в том случае, если человек умер во Христе. Здесь тоже трудно, но можно найти утешение. Гораздо труднее пережить смерть близкого, который не умер во Христе, который, ну вот по каким-то причинам мне, ну не получилось у него. И здесь, ну вот я могу подсказать только один выход из этой ситуации, один. Это тот опыт, который нам явила Святая Блаженная Ксения Петербургская, которая неожиданно потеряла своего мужа и всю свою жизнь посвятила тому, чтобы молиться за него, молиться. У нас на приходе был такой случай, очень тяжелый случай. Однажды повесился молодой человек. Он был единственный сын своей матери. Мальчик был очень хороший в обычном смысле этого слова, отличник. Очень хорошо учился в одной из лучших школ Екатеринбурга. И то, что это был в принципе неплохой человек, говорит о том, что и спустя 10 лет после его смерти одноклассники этого мальчика приезжали в день его смерти к этой матери. А это значит, что он оставил след в их жизни. Но тем не менее это самоубийство. Эта женщина никогда не ходила в храм до того, как она беспокоилась, конечно, о сыне. Сама никогда не ходила, но когда поняла, что с сыном что-то происходит, в храм его направляла, но до храма он так и не дошел. И вот случилась эта трагедия. Очень тяжелый случай. И вот эта женщина, она понимает, что, ну, то есть, вот страшная ситуация, никакого утешения церковь ей дать не может. Никакого. Мы не можем отпеть, мы не можем утешить. Это очень тяжелая, это почти крайняя степень. Даже некрещеному можно найти какую-то надежду. А самоубийце какую? С нашей церковной точки зрения. И вот женщина стала ходить в храм. Она, у нее неизбывное горе. Я не знаю горе больше, чем это. Она молилась, ходила на работу, а потом молилась. Молилась она приблизительно по 10 часов в сутки. Она приходила с работы, брала псалтырь и читала ее, пока не падала. Просыпала, прямо на полу засыпала с этой псалтырью. И потом снова читала ее, просыпаясь. Вставала, вытирала слезы и шла на работу. Приходила с работы вот так вот все по одному. Канон Зоумеш, псалтырь. И постоянно слезы, 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 слезы. Вот. Когда служба в храме, она идет в храм. Плачет мрачная, высохшая, черная. Вот. Но ей некуда больше деваться. Она поняла. Судьба ей открылась. Или Бог открыл ей самое главное. Единственное, от кого зависит судьба ее сына, это Бог. Ни от церкви, ни от батюшки, ни от кого. Какая разница, можно, конечно, пойти в какой-нибудь храм, заплатить деньги, отпоют, как все и делают. Вот. И успокоиться дальше, жить нормальной жизнью, садить огород, пировать пирушки, смеяться, хохотать. Она понимала, что через черный ход такие вещи не решаются. Все зависит от Бога. Только Бог может сделать что-то. Или не сделать ничего. Я не знаю, как ей эта мысль пропала, попала в сердце, но она приняла. Эту мысль она стала молиться, совершенно превращив свою жизнь, всякую другую жизнь, кроме жизни молитвы, превратив в ничто. Продолжала при этом работать. И вот она пять лет, пять лет этой непрестанной десятичасовой молитвы. она молилась, и молилась, и молилась, и молилась, и молилась. И вот через пять лет, однажды, на Пасху, она первый раз за пять лет надела белый платочек, и первый раз улыбнулась. Когда священник это увидел, он говорит, давай мы помолимся вместе за твоего сына. Они стали молиться вместе. И еще пять лет она молилась уже, научившись улыбаться, научившись только в храме, улыбаясь. Вот она много ездила по святым местам, молилась у многих святых икон и святых мощей. Но эта жизнь, молитва, это было нечто невероятное. И еще прошло через пять лет, и вот сейчас этот человек, самый радостный человек в общине, который я знаю. Боль осталась. Осталась, потому что нет дорогого человека. Но пришла радость, потому что все, кроме небольшого места, оставленного в сердце, все остальное заполнил Христос. Что значит Христос? Она знает. Она не знает, каковы учить ее сына. Она этого не знает. Она знает только одно. Христос любит ее сына неизмеримо больше, чем любит его она. И если можно сделать что-нибудь для сына, он, несомненно, сделает. И она непоколебимо в это верит. Не просто верит, как некая мысль. Она живет этой любовью Христа и знает, что есть надежда. Потому что этот мальчик, не знающий Христа, но он знал свою мать и мать любил. И если они с матерью одно целое, а мать наполнена Христом, значит, может Христос проникнуть сквозь ту стену, которую выстроил этот человек между собой и Богом. Она живет верой и надеждой, а вера не постыжает. И надежда не постыжает, потому что любовь Божья изнялась сердца наши Духом Святым. И Ксения Блаженная прошла этим путем. И если даже близкий нас ушел в таком страшном состоянии, то и тогда надо просто действительно всем своим сердцем пойти ко Христу, не выпуская из рук клочок Его ризы, хватаясь за Него и взывая к Нему, долго стуча в дверь Его милосердия, и оно, несомненно, явится. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.